В первой половине предстоящей недели трейдеры по всему миру будут следить за публикацией следующей макроэкономической статистики. В понедельник в еврозоне будет отчет по потребительской инфляции в июне этого года. Специалисты прогнозируют увеличение индекса цен на 1,2% в сравнении с предыдущим годом. Напомним, что в июне инфляция в еврозоне несколько снизилась. Это в основном было вызвано замедлением роста цен на энергоносители. Потребительские цены повысились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя в мае эта цифра составляла 1,4%. Рост цен на энергоносители резко сократился до 1,9% с 4,5%. Европейский центральный банк считает приемлемым уровень инфляции ниже, но близко к 2%. И в начале этого года эта цель была близка как никогда, однако в последние месяцы ситуация снова ухудшилась. Ранним утром во вторник Центральный банк Австралии сообщит размер ставки рефинансирования на август. Эксперты прогнозируют сохранение ставки на уровне 1,5% годовых. На июльской встрече австралийский регулятор принял аналогичные решения. Банк считает, что сохранение без изменений текущего курса денежно-кредитной политики будет соответствовать устойчивому росту экономики и достижению целевого уровня инфляции. В настоящее время отмечается рост объема инвестиций в отраслях, не связанных напрямую с добывающим сектором. Но в то же время показатели ситуации на рынке труда пока остаются неоднозначными, хотя в грядущем периоде прогнозируется их улучшение. В среду компания ADP подготовит отчет об изменении числа занятых в США в июле. Ожидается увеличение количества рабочих мест на 185 тысяч в отчетном периоде. Напомню, что в предыдущем месяце число занятых в несельскохозяйственном секторе США с учетом сезонных факторов, но без учета динамики в государственном секторе выросло на 158 тысяч рабочих мест. Экономисты ждали повышения данного показателя на 183 тысячи. Темпы роста занятости в частном секторе Америки замедлились по сравнению с маем, когда прирост составил 230 тысяч. В секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров не изменилось, в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 158 тысяч. Также в начале предстоящей недели будут опубликованы отчеты по деловой активности в Китае по розничной торговле в Германии. Эти публикации видят свет в понедельник, а во вторник выйдут данные по безработице в Германии, по ВВП еврозоны, производственной активности в США. В среду будет обнародована статистика по рынку труда Новой Зеландии и индексу PMI в строительном секторе Великобритании.